Добрый день. Меня зовут Татьяна Анатольевна Попова. Я руководитель магистратуры Московского института психоанализа, арт-терапии в психологическом консультировании и развитии личности. Кандидат психологических наук и доцент Московского института психоанализа. Сегодня мы с вами поговорим про арт-терапию и что же это творчество или искусство. Вопрос в целом как будто на поверхности, но давайте посмотрим более внимательно. И начну я со слов Льва Семеновича Выгодского, который обозначает творческую деятельность. Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает нечто новое. Все равно будет ли это созданной творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Психология и творчество относятся к способности человека к оригинальному мышлению. То есть создание чего-то нового мы можем назвать творческой деятельностью. И у многих встает вопрос синонимичности двух понятий – творчество и креативность. Ну давайте унесем коррективы. Творчество – это процесс. То во время, то действие, тот процесс, когда мы что-то создаем нечто удивительное, новое. Может и не удивительное, но точно новое. А креативность – это способность. То, что дает возможность нам создавать нечто новое. Но давайте перейдем к арт-терапии. Как они соотносятся? В арт-терапии, пожалуй, это одно из немногих направлений, в котором есть триада. Это клиент, это психотерапевт, арт-терапевт и продукт творческой деятельности. В обычном варианте это диада, когда есть только клиент и терапевт. Здесь включен продукт творческой деятельности. И это удивительным образом создает особую атмосферу. Здесь клиент сначала творит, сначала выражает свои эмоции при помощи какого-либо творчества. И это может быть рисование. И с этим связан, кстати, еще один миф о том, что арт-терапия – это только рисование. Ну, на самом деле, не так. Несомненно, рисование входит в арт-терапию. Называется это изотерапия. Но арт-терапия настолько богата разными инструментами, методами, техниками, методиками, что для любого, я вот прям повторюсь, для любого человека, для любого клиента найдется тот вид творчества, в котором он найдет себя. Это может быть фототерапия, кинотерапия, песочная терапия, скульптура, работа с пластилином. Это может быть сказка-терапия, библиотерапия, драма-терапия. И мы видим, что здесь неизменное слово терапия, а все остальное меняется. Так вот, все, что может быть связано с любым вариантом искусства танца – двигательная терапия, музыкальная терапия, вокалотерапия и так далее. Очень интересно, когда студенты говорят, ой, а вот это же можно использовать как терапевтическое. Ну, конечно, можно, уже давно используется, например, вокалотерапия или создание букетов. Да, это тоже уже есть и ландшафтная, и экотерапия. Все это относится к арт-терапии. Терапия в переводе означает забота и лечение. И здесь мы должны с вами различать, и еще мы можем добавить сюда развитие. Так вот, чем занимается арт-терапия? Это какие возможности она таит в себе? Это, конечно, диагностика при помощи арт-терапии. И, нужно сказать, во многом благодаря этому арт-терапия получила распространение, потому что проективные методики, когда человек рисует, и дальше можно было бы определить, патологично это или это норма. Пожалуй, вот эти первые... И первая арт-терапия началась с этого. Конечно, коррекция, развитие, удовольствие. Несомненно, творчество всегда, чаще всего, не буду говорить, всегда, чаще всего человек получает удовольствие. И, конечно, психотерапия. Работа с арт-терапевтом помогает преодолевать тяжелые переживания, последствия психологических травм, приобрести уверенность в себе и в своих силах. Я хотела бы рассказать о том, как это происходит в жизни других людей совершенно естественным образом. И начать я хотела бы, наверное, с Энтони Бёрджеса, который работал... Мы-то все его знаем как писателя. А он работал учителем, учителем английского языка. И в какой-то момент, прямо на уроке, он упал в обморок. Диагноз был неутешителен. Онкология, онкология мозга. И ему дали всего год на то, чтобы продолжить свою жизнь, но только год. И Бёрджес решил, что этот год он хочет посвятить любимому занятию. Каждый день он вставал и писал, потому что его заветной мечтой было стать писателем. Кто из нас не знает произведение «Заводной апельсин»? Сложно написанная вещь, но когда ты читаешь, ты чувствуешь, сколько там эмоций, сколько сгусток нервов. И Бёрджес делился в одном из интервью, что эта книга написана кровью. Что он все, что мог, все свои тяжелые эмоции отдал этой книге. И чудо или не чудо, но Бёрджес прожил еще 30 лет вместо одного года. И это благодаря творчеству, благодаря искусству, благодаря тому, что он сделал над собой усилия, наконец-то стал заниматься любимым делом, и творчество сотворило чудо. Теперь давайте пойдем в живопись. Мы с вами знаем полотна Фриде Кало. Мы можем их любить, не любить, кому-то нравится, а кому-то не нравится. Но если вы посмотрите, насколько точно она передает физическую боль. На одной из выставок я посмотрела, подумала, боже, как это правда похоже на то, что ты испытываешь, когда тебе больно. В теле маленькие гвоздики, и они тебя буравят и расчленяют. Или когда схватывает горло сетью, и ты не можешь ничего сказать. Фриде Кало попала в аварию и очень долго восстанавливалась. Только искусство помогло ей восстановиться. Все равно она продолжала болеть, но именно в эти моменты она чувствовала облегчение. Впрочем, как и великий Ван Гог. В переписке к своему брату он пишет о том, что только после написания картин он, наконец-таки, начинает чувствовать немножко себя более расслабленным. Как будто это творчество, когда он находится на природе и рисует, он перестает думать о своем заболевании. Он перестает испытывать эти страдания и отдается творческому процессу. Этот список можно продолжать и дальше, но я думаю, что вам будет еще интересна история женщины, не столь известной, как ранее перечисленные. Но если вы посмотрите на эту картину, там, где женщины страстно танцуют фламенко, где ты смотришь на их лица и смотришь на тело и понимаешь, что там звучит музыка, они двигаются. Это женщина Лиза Фиттипальди, слепая художница. Она не была художницей до того, как ослепла. Она была финансовым работником и вполне успешным, но потеряла зрение. И это не похоже на чудесную сказку. Вот она взяла краски и сразу стало все хорошо. Нет, на самом деле у нее была глубокая депрессия. И она пробовала рисовать, но это не приносило никакого удовольствия. И, пожалуй, последним для нее таким шансом было, когда муж пришел и принес ей палитру и сказал, Лиза, может, все-таки попробуешь? И она снова попробовала и стала рисовать. Смотрите на ее картины другие, где нарисованы цветы, улица и столько яркости. И это нарисовал слепой человек. Не верится. Абсолютным вызовом для нее было, что другие сказали, Ну, знаешь, настоящий художник – это только тот, кто может рисовать человека. Слепая художница рисует человека. Посмотрите, как она рисует. И если вы посмотрите на этот танец, то точно никто из вас, если заранее вам не сказать, не определит, что у этого человека плохо со зрением. И закончить я, наверное, хотела бы примером совершенно другого творчества. Не знаю, как вы, а я точно помню этих байоников, появившихся в магазинах. Лего тогда был совершенно сумасшедши популярен. И мой сын обожал этих байоников, мы их покупали. И я, кстати, он мне показал эту информацию. Оказалось, что Кристиан Фабер, создатель байоников, в этот период он говорит о том, что это был одновременно очень счастливый период и очень несчастный. Несчастный, потому что такая же тяжелая болезнь, онкология, была у него диагностирована. И он находился в состоянии, когда ты понимаешь, что жизнь может в любой момент закончиться. А счастье состояло в том, что поступил заказ на создание новых игрушек для Лего. И, наверное, эти игрушки байониковы спасли не только Кристиана Фабера, но и Лего, потому что Лего в тот момент испытывал финансовые трудности и был в шаге от банкротства. Кристиан Фабер представлял себе, что эти самые байониковы являются такими борцами. Это как инъекция, которая помогает человеку избавиться от болезни. Здесь Фабер говорит о том, что его представления полностью воплотились. И сейчас этот создатель прекрасных мини-роботов, таких популярных и замечательных, в ремиссии. Итак, это о том, как творчество нам помогает, как творчество нас исцеляет. Я уверена, что в каждом из вас есть такой творческий потенциал, который дает вам возможность почувствовать себя настоящим творцом. Ну, как минимум, настоящим ребенком, который не задумывается, красиво или некрасиво, хорошо или нехорошо, похвалит или нет. И в арт-терапии есть золотое правило, которое говорит, что продукт творческой деятельности, качество этого продукта, а я бы сказала, качество творения, не имеет никакого значения. И когда человек не задумывается об этом, то получаются на самом деле шедевры. Я хотела бы показать и начать, конечно, не с шедевров, потому что в арт-терапии мы можем идти вот таким путем. Да, мы видим эта работа по мокрому, когда просто на мокрой бумаге мы капаем краску, и она расплывается волшебным образом, и мы видим, что происходит с картиной. А дальше мы можем добавлять какие-то элементы, и здесь мы с вами видим Эйфелеву башню, мечту. Также не очень сложно, правда? Важно не задумываться, получится или нет, красиво или некрасиво. Вот, например, рисунок такой, который показывает настроение. Наверное, понятно, какое здесь настроение, правда? Поскольку арт-терапия работает с чувствами и переживаниями, то мы просим изобразить то или иное чувство. Или, например, вот такое чувство, да, очень, очень тоже своеобразное. Клиентка изобразила таким образом свое переживание. Дальше есть история с прекрасными мерцающими мазками, где каждый пробует, да, свое... Здесь проба не то, что ты умеешь, а здесь проба того, как ты хочешь это выразить. И уже этим мазком мы видим нарисованные деревья. Правда, понятно, какое настроение у этого дерева, да, что происходит с автором. Или вот такое дерево, здесь тоже мы видим, какое, какие ощущения. Но мы не должны гадать. В арт-терапии самое важное – это не интерпретировать. Оставьте это автору. И, посмотрев на это дерево, мы с вами можем подумать, что это, возможно, радость. А вот для человека это может быть взрыв негативных эмоций, ярости. Поэтому каждый автор должен рассказывать только то, что чувствует сам. Теперь про искусство. Искусство – это то, что привносит в арт-терапию новый аспект. Искусство помогает осознанию самого себя, пониманию своих чувств и распознаванию чувств художника. Если я вам скажу, например, русский, шедевр и черный. Какая у вас родится ассоциация? Ну, это, знаете, из ряда того, когда мы говорим поэт, русский поэт. У большинства будет Пушкин. Статистика показывает, что чаще всего говорят так. Или если говорят цвет, то чаще люди отвечают красный. Здесь, мне кажется, тоже есть такая односложность. Если мы говорим русский, шедевр и черный, то всплывает черный квадрат. Правда, Казимира Малевича. И мы к нему можем относиться по-разному. Кто-то это искусством-то не считает. А для кого-то это такая подлинность и совершенно новое слово. Это действительно новое слово. Супрематизм. Малевич создает новое направление. И если узнать историю создания этого черного квадрата, в котором, как говорит Малевич, заключена сама судьба. У него поднялась температура, когда он нарисовал это полотно. И для него это была ассоциация. Он увидел гимназиста, у которого был ранец. Он смотрел на этот ранец. И как будто в этом ранце, в этом квадрате была судьба. Человек с прекрасным воображением. И еще было много создано черных квадратов. На самом деле их несколько. Но тот самый, он единственный. И он хранится в Третьяковской галерее. Супрематизм – это цветоформа. Новое слово искусства, сказанное Малевичем. Он был убежден, что цвет и форма несут энергию и могут влиять на наше самочувствие. И он даже проводил эксперименты. Знаете ли вы, что он выкрашивал стены в определенный цвет, цвет, форма, сажал туда стенографисток и предсказывал у кого что будет. Ну, например, красный цвет мог вызывать головную боль или кашель. И здесь нет никаких чудес. На самом деле Малевич абсолютно прав. Потому что красный цвет при долгом влиянии вызывает расширение сосудов. И симпатическая система наша, да, нервная система начинает так реагировать. И когда этого много, то у нас на самом деле болит голова. И если мы переходим от цвета, например, к арт-терапии, то есть черная и белая в арт-терапии. Черная в арт-терапии – это эзотерика. Многие думают, что арт-терапия, ну, например, метафорические карты. Что этим можно пользоваться как в гадании. Акцент на сверхъестественных результатах. Нет там ничего сверхъестественного. Все базируется на научно доказанных методах и явлениях. Отсутствие знаний, директивность. Если вы встречаетесь с директивным арт-терапевтом, то точно это не совсем то. Отсутствие профессиональной этики. Ну, а белая сторона – это исследование, обучение, фасилитация, профессиональный подход и, конечно, экологичность. Большое количество разных видов арт-терапии, и о них можно говорить, поверьте мне, бесконечно. Ну, а мы с вами, наверное, завершим на том, что искусство или творчество? И искусство, и творчество. Потому что мы вдохновляемся, и в арт-терапии есть пассивная арт-терапия, когда мы смотрим на произведения искусства другого человека, или слушаем музыку, или смотрим спектакль, кино. Ну, неважно, что у нас проявляются эмоции. И еще Аристотель говорил о том, что это вызывает катарсис, очищение души. Искусство, творчество. Ну, а что говорит один из самых известных психотерапевтов? Он, к сожалению, не арт-терапевт, но точно известный психотерапевт. Ирвин Елом говорит, что один из прекрасных способов придать смысл нашей жизни – это, несомненно, творчество. Даже если 99% от негативных событий произошли с вами, это вина кого-то другого. Я хочу взглянуть на оставшийся 1%, часть, за которую несете ответственность вы. Мы ответственны за свою жизнь. Значит, мы можем ее изменить. Психотерапией этим и занимается. А если вы включите туда творчество, то исследования говорят, что длительное исследование, которое проводилось в течение 14 лет, обнаружило, что среди людей, которые соприкасались с искусством, участвуя в выставках или посещавших концерты, хотя бы один-два раза в год, ну, не очень много, правда, один-два раза в год, смертность была на 14% ниже, а при более частом посещении культурных мероприятий она снижалась уже на 31%. Представляете, а если мы не только смотрим, а еще и участвуем или сами творим, жить можно, но если не вечно, то очень творчески и здорово. Поэтому творчество, искусство, смысл и вдохновение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok